Война – это всегда боль утрат, но среди миллионов солдат Второй мировой есть и те, кому именно война подарила судьбоносную встречу. Люди, разделенные в мирное время ни одной сотни километров, нашли друг друга на передовой в огне сражений. Среди тех, кто обрел счастье и сохранил его потом на многие годы, есть и горочане. Их историю расскажет Ольга Славьева. Великая Отечественная память о ней хранят музеи. Среди экспонатов этой выставки есть немало вещей с интересными фронтовыми историями. Но есть среди них одна совершенно особенная, не похожая на другие. И связана она вот с этим свидетельством о браке, заключенным в поверженном Берлине. Для нас, внуков-победителей, никогда не слышавших разрыва снарядов, удивительно, как в то суровое время, когда, что называется, до смерти четыре шага, возможно это. Счастье двоих. Такое хрупкое, хрустальное, почти нереальное. Владимир и Сашенька оба ушли добровольцами на фронт 18 лет. Один защищал Москву, другая участвовала в обороне Кавказа. Их судьбы пересекли совершенно случайно в конце 43-го, под Смоленском, когда их воинские части стояли рядом. Он старший лейтенант Роздов, танкист, красавец, вся грудь в медалях. Она, голубоглазая разведчица Александра Восягина, и тоже лейтенант. Дерзкая и смелая, когда ходила в тыл врага. Минуты затишья трогательные и нежные. Об этом говорят и короткие послания на военных фотографиях, которые бережно хранит ее племянница Альбина Васильевна Раннова. Вот сижу, рассматриваю фотографии Восягиной Саши, которая им въявала 4 года. Храните и помните защитник Родины в дни Отечественной войны на фронте. Дорогие, еще знайте, что из одного нашего советского бойца гибнут десятки поганых фрицев. Дорогие, не забудьте меня. Вот еще одна фотография. Альбина Васильевна бережет не только фронтовые реликвии влюбленных, саму историю их любви рассказывает как легенду. Владимир и Сашенька долго вздыхали друг о друге тайком, скрывая чувства. И только шутки друзей ускорили признание. Но свадьбу они твердо решили играть после войны. И каждый из них думал, только бы остаться в живых. И им повезло. Победу встретили в Берлине. Александра даже оставила свою роспись на Рейхстаге. И здесь же, в Берлине, они с Володей решили пожениться. Она пошла спрашивать разрешение у командира части. Подошла к двери. В общем, очень волновалась, конечно, как и все в это время волнуются. Подошла к двери. У них коленочки дрожат. Боится даже стучать. Как вроде я так буду спрашивать. Ну, в общем, потом набралась духу. Стучала в дверь. В общем, ей сказали, выйдите. Она зашла к командиру. Сказал, по какому вопросу. Что просит разрешения зарегистрироваться. Он ей разрешил. Эту историю я знаю из уст детей Александра и Владимира. Но про войну они не любили говорить, потому что были очень неприятные воспоминания. Но про свадьбу в Берлине они очень любили рассказывать. Когда они решили играть в свадьбу, то возник вопрос, где же все-таки эту свадьбу сыграть. Пошли по домам. И в результате одна пожилая немка согласилась им предоставить дом для свадьбы. Пока Александра и Владимир искали ЗАГС, их друзья накрывали столы. Свадьба у Дроздовых была очень веселой. И хотя стол не ломился от разносолов, а на молодых лишь были заштопанные гимнастерки, они светились от радости и счастья. И всю ночь над Берлином разносилась русская горько. Как рассказывает Альбина Васильевна, Володя и Сашенька, жили очень дружно. Воспитали двоих сыновей и радовались внукам. И очень и очень любили друг друга. Это нежное чувство, бережные отношения к друг другу они сохранили на протяжении всей жизни. 2015 год. Год юбилея Победы. К сожалению, супруги Дроздовы не дожили до этого времени, а то бы отметили и 70-летний юбилей своей свадьбы. Но память о них живет. Живет в сердцах их потомках, музейных экспонатах, рассказе экскурсовода. И каждый раз поражает своей красотой история этой любви, которая сильнее смерти, сильнее, чем война. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова